На вышеназванном совещании Александром Лукашенко были поставлены достаточно сложные задачи и определены весьма сжатые сроки и перед руководителями вертикали, и перед директорами строительных организаций по наведению порядка и совершенствованию деятельности строительной отрасли. Следует отметить, что на 1 января сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, а это 21 нормативно-правовой акт всех уровней. Таким образом, первый этап сделан. Сейчас необходима практическая работа для того, чтобы обеспечить решение поставленных задач. Вот эту практическую работу и проинспектировал Михаил Мясникович. В рамках рабочей поездки глава правительства посетил предприятие «Брест Жилстрой», в частности завод крупнопанельного домостроения, на котором воочию увидел, как совершенствуется и как модернизируется строительный комплекс «Брещины». Вся продукция предприятий, которые имеют отношение к этой отрасли, была представлена на довольно-таки обширной выставке. Максимально внимательно Михаилом Мясниковичем были заслушаны все презентации. В данном случае мелочей нет. Под контролем должны находиться все этапы строительства, начиная с проектно-сметной документации, заканчивая качеством работ уже на финальном этапе. По словам премьер-министра, на «Брещине» есть пока еще ряд проблемных вопросов, но не подлежит сомнению тот факт, что и плюсы очевидны. Что касается новых подходов, безусловно, тресты, особенно я хотел бы отметить восьмой трест, они, как говорит молодежь, заточены на инициативы, заточены на то, чтобы были соответствующие инновационные подходы. Но вместе с тем, здесь тоже еще очень много работы, поскольку не всегда, будем так сказать, своевременно решаются вопросы строительства жилья, например, стандартных потребительских качеств. С одной стороны, понятно, что хочется, чтобы дома были красивые, чтобы они были, значит, повышенной комфортности, но все это связано со стоимостью квадратного метра. А стоимость квадратного метра сегодня оплачивается человеком, и человек голосует своим кошельком. Поэтому вот вторая тема, которую мы будем сегодня обсуждать, она касается оптимизации проектных решений, инженерных решений, с тем, чтобы у человека был выбор. На пленарном заседании участники семинара рассмотрели также вопросы, касающиеся процесса подготовки проектно-сметной документации и финансирования. Кроме того, по словам Михаила Мясниковича, назрела необходимость выработки новых подходов в работе строительной отрасли. Глава правительства считает, чтобы в работе реально просматривался сдвиг, нужен инновационный подход.